Первый вице-президент Ирана Мохаммад Махбер призвал Лукашенко помочь, ну вот когда, с Лагнерами, я не могу, просто я когда это все читаю, думаю, люди, вы серьезно, значит, призвал Лукашенко помочь положить конец сианинскому геноциду в Газе. Лукашенко же порешает, правильно, Байден не может, а Лукашенко-то порешает. А как он себе это представляет, значит, Лукашенко должен отправиться на фронт, я так понимаю, да, вступить в бой с израильской, прости господи, военщиной, где она там, да, и порешать это, что это такие за заявления, или Хамас принять у себя. Ну, они во все стороны, да, заявляют, я так понимаю, что давно же у вас там дружба была, да, между Лукашенко и Ираном? Это да, это же все-все людоеды его, поэтому он нос козла, маленькая, маленькая оська. Слушай, а его в Китай сейчас брали или не брали? Не брали, его же не было, его даже не позвали туда, чтобы не портить праздник. А странно ведь, ты знаешь, да, что у вас же в рамках вот этого One Belt One Road построено вот этот большой камень, или как это называется? Ну все, тупик, был шелковый путь, стал шелковый тупик, поэтому не стали омрачать Лукашенко. Подвел их Рыгорыч очень сильно, братьев китайцев. Удивительная история, потому что они же за кого угодно цепляются, у них будет 26 глав государств, я придумал, все забываю сказать, у себя так в эфире я не сказал, что это 26 пекинских комиссаров. 26 пекинских комиссаров. Ну да, реально же 26 притащили туда, 26 глав государства было. И я читал список достоинств, у этой программы One Belt One Road, вообще говоря, я когда-то, мне нужно было по работе ее изучить, но это было сто лет назад, когда она появилась, она в 2011 году, по-моему, появилась. Вот, я почитал, думаю, что за херня, это вот, есть международные организации, многие читаешь, отчет 400 страниц, ни слова не понятно. Ну, короче, вот так же вся эта государственная программа One Belt One Road, непонятно, что хотели-то, в чем объединяется, в смысле, в чем программа, непонятно. И что ты думаешь, у них действительно, у них вначале было название из 18 слов, название программы, чтобы удобно было, по-китайски чисто, да. И они ее переименовывали в году, в 16-м, чтобы люди начали понимать, что они поняли, что никто не понимает. Они приходят, говорят, так это же просто, это же у нас называется программа единого строительства морского пространства, доставки грузов через Евразию и другие моря по суше, морю, мостам и единого целого во главе с Китайской Народной Республикой. Поздравляю, я уже забыла, что было вначале. И я забыл, вот, и все забывали. Поэтому они переименовали сначала в One Belt, One Road, тогда все стали, решили потом, что, знаешь, почему они еще раз переименовывали? Потому что слово One не понравилось, неполиткорректное. Почему? Почему? Да, почему? Что же это один? То есть, получается, это все только один кто-то такой главный тут? А, типа другие в песочнице, а Минделинься. Неинклюзивно, поэтому они переименовали в Build and Road Initiative. Да, причем еще как, был One Belt, One Road Strategy, а они сказали, первое, значит, One не политкорректно в нашем мире, нельзя говорить One. Все, слово One надо забыть во всех смыслах. Вот, и то, что теперь стратегия тоже не политкорректно, я не помню. Почему? Надо, говорить, инишить их. Ну, вот теперь так вот. Действительно, посмотрю, у всех инишить их сейчас. Нет стратегии. Потому что стратегия – это что-то назначенное, а инициатива – это когда все могут своими мыслями приходить. Стратегия тебе сказали, вот она, стратегия. И все, шаг влево, шаг вправо, расстрел. А вот, смотрите, у меня инициатива, а вы что будете? А человек приходит, а я буду вот так. А я ничего не буду. Вот как бы это инициатива. И они трижды переименовывали. И когда я посмотрел на список достоинств этой программы, то лукашенковские вот эти инициативы как раз-таки, в смысле Большой Камень, что-то там еще. Великий Камень, да. Да, и что-то еще, они прямо вот это, как говорится, торчит из этого списка, как большие достижения, реально. То есть там сравнимо с этим буквально несколько проектов. Саша все просрал в 20-м году. Саше не надо было бить людей и сажать кандидатов-президентов. Саше не надо было сажать самолет Рейнерс Протасевич. Ну да, самолет, конечно. Не надо было устраивать мигрантский кризис и вообще все то, что за эти три года Саша надел. И поэтому 26 бакинских комиссаров без Саши. За что боролись? Да, удивительно, что его туда не позвали. Ну ладно, значит, теперь будем знать хотя бы, как нужно. Плохо себя вел, в угол поставили. Да, ну мы, значит, в тупик. В себе заберем, возьмем его себе или не будем. Не-не-не, пусть он с пригожиным там, туда, в Белоруссию. И Хамас туда тоже пусть заберет. Он как раз вот это будет достойная компания Оськизла.